За рулем машины скорой помощи не просто водитель, а целый главврач. Обход Абдурагим Дибиров делает не только внутри больницы. Он регулярно посещает на дому пациентов с хроническими заболеваниями. И в каждом доме его встречают как долгожданного гостя. У Бутая Бутаева онкологическое заболевание печени, а месяц назад он еще и коронавирусом заболел. Говорит, что даже не думал, что сможет так быстро оправиться, ведь мужчина очень тяжело дышал. Сильная дышка, вообще не мог ходить. Потом меня приехала скорая, вызвали. Прям на руках отнесли на скорую. Я даже не ожидал. Чего не ожидали? Что так быстро у меня все наладится нормально. Таких больных Абдурагим Дибиров посещает ежедневно. Старается ознакомиться лично с каждой историей болезни. В районе Дибирова называют немного странным. Ведь он отказался от служебной машины. Теперь его УАЗ-патриот возит анализы в Махачкалу ежедневно. Отказался он и от хорошей работы в столице нашей страны. Приехал в родное село из Москвы и уже несколько лет заведует Лакской центральной больницей. Я приехал сюда в 2013 году, в Лакскую больницу. Приехал, потому что папа у меня болел. И мне нужно было с папой побыть какое-то время. Но выполнить, скажем так, свой сыновний долг. И, будучи врачом, мне было это легко делать. И за этот период времени я настолько привык к Лакской ЦРБ, что уже себе без нее не мыслил. Я все время думал, что, наверное, нашим людям тоже нужна квалифицированная медицинская помощь. И мне хотелось, чтобы здесь, в районе, была уровневая медицина. Патриотизмом Драгима Дибирова оказался заразителен. Большая часть персонала больницы – молодые специалисты, которые, вопреки стереотипу о том, что молодежь покидает села, наоборот, вернулись на малую родину. Кто из соседних районов, а кто-то даже из столицы республики. Магомед Гусейнов, например, приехал из Шамильского района. Основной мотив – перенять опыт лучшего, по его мнению, хирурга. Я хотел перенять его опыт. Я знал, что он долгое время работал в Москве. Преподавал на кафедре, был доцентом кафедры. Работаю здесь по программе «Земский доктор». Я получил миллион рублей от Минздрава. И, вы знаете, я не жалею ничуть, что переехал сюда. Сегодня врачи Лакской ЦРБ также стоят на страже. Держат оборону против злочастного вируса. За стенами ЦРБ с диагнозом COVID-19 находится 24 человека. Каждый день поступают как молодые люди, так и возрастные пациенты. Поступила. У меня температура была. Мне казалось, почки. У меня раньше были проблемы с почками. Обострение было. Я сама в скорую помощь обратилась. Уложили. Ну, два-три дня плохо было. Потом уже лучше, лучше. Сейчас уже хорошо. Чувствую себя нормально. Уже шесть дней прошло. Лечение тоже здесь нормальное. Врачи. За период первой волны здесь зафиксировано всего два случая смерти в больнице. Связывают небольшой показатель смертности в сравнении с другими муниципалитетами с тем, что зараза пришла в район несколько позже. За это время врачи успели подготовить и коечные места, и сделать запас лекарств, и обеспечить себя сизами в нужном количестве. Мы работали сменами по 14 дней. Семью не видели, можно сказать, в пределах этого времени. Но как-то дружный коллектив, поэтому было не так сложно. Пока коллектив относится к работе с интересом и осознанием долга, другого результата и быть не может, считает главврач. Он уверен, храбрости и профессионализма медиков хватит и на вторую волну, которую бы так не хотелось вновь пережить. Но тем не менее, резерв для этого подготовлен. В запасе и коечный фонд, и лекарственные препараты. Но самое главное – оружие медиков. Искренняя готовность всегда прийти на помощь.